Добрый день! Добрый день, мои зрители! Вы на спортивно-игровом канале Wabon Games. И сегодня, друзья, мы возвращаемся с компанией Bauer с ее новинкой. Клюшкой, которая называется по-русски «Рогатка». Это кухарь за кадром, он дебил. Здорово, отец. Привет, подписчики. Эта клюшка Bauer Sling, она повторяет, скажем так, своим крюком АДВ прошлогоднюю, которая хайпанула, естественно, очень сильно в интернете. И не только, даже некоторые игроки национальной хоккейной лиги все-таки попробовали поиграть этой моделью. Но сейчас, на данный момент, все-таки она решила обновиться. И АДВ, которая у нас тоже здесь присутствует, а то говорят, ее нигде сейчас не найти. Нет, она у нас есть, осталась и тоже поучаствует в сегодняшнем тесте. Была немного изменена, и в этой клюшке появились новые введения. Во-первых, этот цвет. Мне, кстати, очень нравится, как внешне эта клюшка выглядит. Вот этот серебристый в сочетании с зеленым просто великолепен. Я вот приятно удивлен внешним видом этой клюшки. Ну и, конечно же, изменение в самом клюке, который оказался очень прочным у предыдущей модели АДВ, где я ни разу не видел, чтобы сломался сам клюк. Видел только, как у Саши, например, с лэпшота отломалась пятка. Там еще у кого-то как раз-таки где-то здесь клюшка была переломлена. А вот в самом клюке повреждений никаких не было. Он стал еще прочнее с верхней части. С нижней части он стал мягче. И теперь эффект рогатки на 10% еще больше добавляет в бросках. Говорят, зато этой клюшкой намного сложнее щелкать. Но при этом мы это сейчас как раз-таки с вами попробуем. А самое главное, изменилось вот это вот окошко, через которое все вот так вот смотрят. Вот он, Bauer АДВ. Прошлогодние, видите, у них немного разные размеры этих самых вырезов. У АДВ оно чуть больше. Здесь стало меньше вот этого отверстия. Но говорят, что это лучше. Не знаю, будем пробовать. В остальном изменений никаких нет. Единственное, по весу вот эта клюшка чувствуется, что чуть легче. Но и заявлено. Здесь 375 грамм, здесь 365. Если взвешивать, то, наверное, разница еще в 5 грамм может присутствовать. Я сейчас прям чувствую, что клюшки по весу отличаются. В остальном же надо пробовать, бросать, щелкать, обыгрывать и все остальное. И для этого я взял вот этих двух парней. Владик, кухарь. Пацаны. Ну давайте, клюшку оценили уже внешне. Какое вообще впечатление первое? Макс, ты в прошлом году был в восторге просто от АДВ. Ну, тебе сказать, да, сейчас посмотрим, не знаю, может, что-то фраза у меня. Я в это особо не верю, но будем пробовать. Надо бросать, да? Надо бросать. Владик, ну а ты попробуешь, потому что... Я в фон году-то и не бросал. Ты не бросал этой клюшкой, да, но ты играл долгое время ультрасоником. И вот этот шафт, где чуть толще, да, становится, тебе не очень нравится, насколько я знаю. Но здесь она просто вообще идет по всей клюшке, я так понял. Ну, чуть больше. Она с центра начинается. А потому что здесь средняя точка прогиба у этой клюшки. И здесь то же самое, да. Тоже не нравится. Неудобно. Это, друзья, честное мнение. Поехали, давайте сейчас попробуем. Сначала я единственное хочу вас попробовать побросать и вот эту клюшку не перематывать. Говорят, что ей можно без перемотки попробовать несколько раз. Бросить, сними вот эту только единственную ленту. Нет, вот эту, естественно. Вот, теперь у тебя остается четко вот это. Как она называется? Слинг. Слинг. Это в переводе на русский получается рогатка. Дружище, а ты хочешь получить 10 тысяч всего лишь за первое пополнение? Для этого тебе нужно зарегистрироваться по промокоду ВАБОН на лучшем сайте Бэтбум. Ссылка находится в закрепленном комментарии. Реально лучший по версии премии спорты Россия. Бэтбум это легальная компания, в которой можно зарегистрироваться всего лишь за 15 секунд. На сайте или в очень удобном приложении, которым я лично пользуюсь, более тысячи событий. Каждый день Бэтбум предлагает для тебя 5 экспрессов, а еще возвращает тебе кэшбэк до 10%. Я уже не говорю про прямые трансляции, которые ты можешь смотреть прямо на сайте, а также выкуп твоей ставки до завершения события. Я планирую поднять свой интерес вот на этой встрече и тебе тоже это советую. А главное, дружище, не забудь перейти по ссылочке в закрепленном комментарии и воспользоваться промокодом ВАБОН. Ты очень сильно поможешь нашему каналу. Что, Влад, без ленты неудобно? Мне нет. Вообще, да? Макс! Это либо непривычно просто, если по неделю ей поиграть, я думаю, можно привыкнуть. Но лучше с лентой? Ну, конечно, потому что мы с детства все с лентой, да? Все понятно. Тебе тоже, Макс, не понравилось без лентой? Конечно, однозначно ленту, но завтра там не чувствуется шарик. Какой-то неудобный. А на фоне есть какой-то подвесел, если вот посмотреть. Вот видишь, типа пустая клюшка идет. И ты посмотри, крюк здесь как этот, подзакругленный посильнее, чем обычный. А, на этом? По-другому отличается. А вот на этой? А на этой не так, как тут. А вот здесь она потолще, как будто. А здесь чуть потолще, но конец как будто стачили. Скважем, да. Менее пацанов поняли? Уже даже на дриблинге без ленты им сложно с этой клюшкой справляться. Поэтому давайте попробуем, наверное, ленту нанести. Только как будем наносить? Только нижнюю часть или полную? Потому что говорят, что перекрывая полностью отверстие, это никак не влияет на работу клюшки. Я считаю, здесь надо панаровскую обмотку делать. Панаровскую? Ну, Иди, покажи. Панамаровскую. Все же знают, да? Ты от пяточки делаешь черную широкую. И здесь чисто вот столичка там обматываешь вот такую часть белой полоски. И видно будет и дырку, как бы понты не закроются. Дырку всегда есть. Ну, давай, Влади, показывай. Ну, что теперь, красиво стало? Ну-ка, дай посмотрю. Ну, на, посмотри. И для этой клюшки это самая подходящая обмотка. Ну, я же не знаю. Ну, вот так вот. Ладно, поехали. Что, теперь про носочки. Что скажешь? Ставь, пожалуйста, мемчик из видео. Нет. Подождите, но мы сейчас дадим Владику еще и АДВ бросить, но Владу вот сейчас вообще броски не понравились. Так, теперь Макса. Время настало. Субтитры сделал DimaTorzok. Подожди, а то, что тебе по силе, как она добавляет 10% или нет? Нет? Не добавляет? Сейчас, парни, для сравнения АДВ бросит несколько раз. И вот этот либо развеет миф, что скорости добавляет вот новая у нас клюшка. Либо скажут, что действительно так и есть. Есть разница? Не знаю. Не понятно, да? Я вижу. Клюшки без дырки ему нравятся больше. Максимально беспонтовая клюшка, максимально беспонтового вагона. Дурак. Нормально что-нибудь скажи. А я, черт, я говорю как есть. Ты сказал честное мне. Вабон-то здесь при чем вообще? Если бы здесь на клюшке было бы вабон написано, вот это было бы другой разговор. Эмоции? Да, я не особо впечатлительным стал в последнее время. А, зажрался клюшек много различных, да? Ну давай посмотрим на клюшку, на саму. Ну, ничего. Все целенько. Лент только отклеивается почему-то. Но здесь скорее всего потому, что мы на морозе ее сюда цепляли. Не знаю, пацаны пока не в восторге. Говорят, что этой клюшкой не очень удобно щелкать из-за вот ее пера, из-за того, что в нем дырка. И больше этот крюк предназначен для бросков. Сейчас Владик проверит, насколько я ***. Ну, не уверен я, конечно, в этом, потому что крюк очень крепкий. Глава варианта, либо рука ломается прямой оприлом, либо *** клюшкой. Да? Ну ладно. Это было неплохо, мощно. Тебе понравилось? А то он *** отдал ***. Пояснись. Пояснись, старичок. Ты уже вот так вот. Да? Да. Ну если прям вот *** за все туры вкладываешься, просто. Она прям очень хорошо стреляет. Да? Вау. Не, если защитнику, то может быть, да, кстати, они щелкают часто. А если нападающему, то вроде нет. Ну да. Ну надо вот посмотреть ван таймер, если с нее пойдет хорошо ван таймер, то, я думаю, нормально. Можно играть в клюшки. Ну типа вот. Можно покупать, да, и играть. Ну, значит, пробуем ван таймеры. Давай. Ван таймеры. Ван таймеры, поехали. Ван таймеры. А ну-ка, да, Макс. Кстати, нормальная идея с неудобностью этой клюшки побросать. Ух ты, неплохо. Хорошо. То есть ты хочешь сказать, что АДВ тебе понравилось больше? Да, но я в том году и не играл, когда она вышла, но если с вами было с этим, то вот именно в эти две клюшки, то АДВ мне больше нравится. То, наверное, потому что, может быть, она там не мягче и там не жестче как-то и все такое. Вот чисто, наверное, из-за того, что она накрючает, но лучше, чем тут, потому что она достаточно для полосы. Да, крюки действительно отличаются по толщине. Друзья, ну и последнее. Мы каждый раз на прочность проверяем клюшки Бауэр. Поэтому сейчас у нас Макс вот такую вот штуку будет делать. У нас есть вот такие перегородки сверху. И Макс, который весит 80, говорит Килкогена, я думаю, врет немного. А еще и в форме должен сейчас будет повиснуть. На клюшке. Повиснуть на клюшке. Я уже ломаю, и ворота падаю. Я знаю. Да, и, как обычно, ворота в твоей группе оказываются. Вот это будет сейчас интересно. Макс, только недолго на ней виси, пожалуйста. Ну тут, б***ь. Давай, я сейчас ворота выбиваю сюда и б***ь. Ну, как мне и так, чтобы... Да, ну, чтобы она не сломалась, желательно. Блин, ворота. Ты просто в колени подтяни, да и все. Фотки его. О, держит. Держит. Вау, держит. Хорош. Хорош, красавчик. Быстрее, быстрее. Хорош, красавчик. Молодец. Ну что? Не погнулось. Ничего, нормально, все целенько. Ну, я вам говорил. Мощный. Мощный, держит клюшки, держит. Ладно, ну что? О, будем подводить выводы. Пацаны сказали, что клюшка на любителя. Ну, это, наверное, можно было ожидать, потому что эти, как раз-таки, клюшки и делались. Бауэр, потому что нужен был хайп и определенный вот такой вот антураж, что кто-то все-таки будет такой клюшкой играть. Кузнецов же играл, потому что сезон снова играл. Да Кузнецов отб*****, а он с челябами теперь ему отб*****. Ну, а дальше, друзья, сами определяйте, как говорится, хотите вы такую себе клюшку или нет. А еще Волан сказал, что он с Черкассом Кент близкий. Вот этого нет. Он у него в телефоне написан, Миша, братик родной от мамы другой. Я вам такой телеграм-канал покажу. Там и Стик без маски есть. Хотите? Инстаграм пацанов вот здесь. У них там вроде что-то там есть. Не знаю. Может быть, им Стик прислал свою фотографию без маски. Еще хочу поблагодарить Гагарина из класса. Это арена, где мы постоянно снимаем различные видеоролики. Ссылка на нее тоже есть в описании. Если вдруг хотите себе что-то подобное около дома построить, то обращайтесь к этим ребятам, они профессионалы своего дела. Подписывайся на канал, ставь лайки и до скорых встреч. Всем пока. И вот этот тап степ, который в конце уже 5 лет на канале играет, один не меняется. Он сейчас... А-фью степ! А-фью степ! А-фью степ!